Сегодня в результате больше чем 10 лет инициативной работы в Ульяновской области сформирована уникальная система поддержки инвестиций и благоприятный инвестиционный климат. Это подтверждают оценки мировых экспертов. Однако создавать новые компетенции нужно уже сегодня, чтобы в будущем выиграть межрегиональную конкурентную борьбу. Об этом прежде всего говорили руководители ульяновских вузов. В стране нужны специалисты самого широкого профиля со знанием в области экономики, проектного управления, особенности ведения переговоров российского и международного законодательства, продвижения территорий психологии и социологии иностранных языков. Именно поэтому в первоочередных планах развитие системы дополнительного образования по проектам «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда». Данное направление связано, конечно, и с взаимодействием с нашими высшими учебными взаимодействиями, расположенными на территории города Ульяновска. Поэтому на 2020 год мы выиграли конкурс на выделение средств из федерального бюджета. Это порядка 700 миллионов рублей. Сегодня дополнительное образование по естественно-научным и техническим направлениям должно быть максимально доступно. Отсюда хакатоны, мастер-классы, воркшопы и конференции, лектории и иные формы обучения. По данным опросов, главный страх современного студента – невостребованность на рынке выборной специальности. При этом 95% из них таких проблем не имеет, но у страха глаза велики. Практически все жизненно необходимые направления обучения поддержаны серьезными финансами на федеральном уровне. По проекту 2019 года мы подавали заявку на тему разработки и обоснования биологизации земледелия, разработка прямого сева и цифровых технологий в земледелии степной зоны по Волжи. Плюсом проект Вернанский, который напрямую повышает роль университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии самих регионов России. Есть ведущие столичные университеты, которые, ну что греха таить, все-таки аккумулируют основных ученых нашей страны. И, естественно, там и разработок много, и финансирование больше, чем, скажем, региональных университетов. И вот идея Витера Антоновича, она очень, я бы сказал, такая, знаете, патриотичная. Суть проекта – создание патронажа развития науки в регионах за счет Московского государственного университета. Итог заседания. Подписание Борисом Костишко, генеральным директором Корпорации развития Ульяновской области Сергеем Васиным, соглашения. А создание ВУГУ, базовой кафедры подготовки специалистов по привлечению инвестиций в экономику региона. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.